Главное меню. Сообщение. Есть сообщение. Проверяем, что сообщение у нас есть. 1. Всероссийское общество слепых. Анапской местной организации. 2. Режим работы. С 8.30 до 16.30. Внимание! При входе лестницы. 4 ступени вверх. Ручка двери справа. Дверь открывается на себя. Похожие устройства в следующем году должны появиться в городском пассажирском транспорте. Владелец такого брелка будет вводить номер маршрута. После того, как автобус подъедет, система ему сообщит. А водителю поступит сигнал о том, что посадку осуществляет слабовидящий пассажир. Над дверью сработает ориентирующий звуковой сигнал. Сигнал ориентирования травмы. Все, теперь на звук пошел. Говорят, что человек незрятик, когда садится в транспорт, такую же нагрузку испытывает, как пилот гражданской авиации при аварийной посадке. То есть он не видит ни автобуса, ни номера его, ни что подошло, ни куда оно едет, ни откуда, ни где находится дверь. Если он будет сориентирован и на транспорт, и на дверь. В городском обществе слепых считают, что появление таких информаторов на транспорте станет неплохим началом для обеспечения аналогичными приборами в социально значимых учреждениях и, логично, дополнит уже имеющуюся в городе специальную тактильную плитку. Кроме того, надеются, что в будущем к проекту присоединятся предприниматели. Учитывая то, что брелки универсальные, то системой смогут пользоваться жители других городов, что актуально для курорта. В транспортном отделе городминистрации говорят, что обеспечение такими приборами с будущего года станет обязательным условием для допуска перевозчиков к конкурсу. Кроме того, городские автобусы уже начали оснащать текстовыми табло, а также автоматическими системами для объявления названия остановок. Конечно, идет это не так быстро, как хотелось, в связи с тем, что прибора еще недостаточно, может быть, где-то отсутствует сервисная служба непосредственно в Анапе, которая бы могла качественно это все настроить. То есть, по мере приезда специалистов, как-то все это подстраивается, настраивается. С будущего года это также обязательный элемент доступной среды, предусмотренный федеральным законом. Всего в городе ежедневно на маршруты выходят около 300 автобусов зимой и порядка 400 летом. В целом, система автоинформации добавит комфорта всем, без исключения пассажирам, особенно гостям города-курорта. А водителю не нужно будет отвлекаться на объявление остановок. Субтитры создавал DimaTorzok